Итак, продолжаем лекцию и начнем с эффекта Ярковского. Эффект Ярковского, в принципе, хорошо известная штука. И состоит он вот в чем. Если у нас есть какой-то объект, обращающийся вокруг звезды, и наш объект — это твердое тело, то он будет испытывать некоторое очень специфическое влияние, связанное с прогревом звезды. Представим, что у нас объект вращается по орбите, вот нарисовано на левом нижнем графике, в какой стороны вращается вокруг своей оси. Вроде бы Солнце прогревает подсолнечную часть этого объекта, но объект вращается, и, соответственно, самая горячая область будет немножко смещена от подсолнечной точки. Весь наш объект является источником излучения, потому что у него есть какая-то температура. Это тепловое излучение, то есть обычное инфракрасное в основном. Но вот в эту сторону излучение будет больше, просто потому что все время в среднем вот тут находится самая горячая область. То есть температура объекта, которая здесь нанесена вот тонировкой, более темной области, более холодной, более светлой, более горячей, температура неравномерна по поверхности, и поэтому у объекта появляется как бы такой маленький фотонный двигатель. То есть излучение несимметрично в разные стороны. И это, в общем, часто встречающаяся вещь. Кстати, вот аномальное ускорение пионеров объясняли именно с помощью того, что аппарат излучает неравномерно в разные стороны, что связано как с работой каких-то бортовых систем, так и с внешним прогревом. То есть вот есть неоднородность температуры, это придает дополнительное ускорение. Соответственно, при таком соотношении направления орбитального вращения и направления собственного вращения, сила у нас будет действовать так, как показана стрелкой с пунктирной линией сзади. Соответственно, наш объект будет разгоняться, и это означает, что он по раскручивающейся спирали будет удаляться от центрального тела. Если у нас изменится направление вращения объекта, то теперь ситуация будет обратной. Теперь у нас, вот она, подсолнечная область, самая яркая область будет здесь. Соответственно, сила будет действовать против орбитального вращения, и объект будет двигаться по скручивающейся спирали. Что, наверное, существенно еще отметить. Эффект Ярковского действует, конечно, на все тела, но на какие-то действует больше, на какие-то действует меньше. Если объект слишком маленький, если мы возьмем пылинку, то там нет градиента температур. Теплопередача достаточно эффективна, и поэтому объект равномерно прогревается, не возникает горячей области. Ну, более горячей, не возникает неравномерного распределения температуры по поверхности. Если объект очень крупный, эффект работает, но он очень слаб, потому что эффект сам пропорционален площади объекта, то есть пропорциональный R-квадрат. А если вы увеличиваете размер, то разгонять объект сложнее, его инерция растет как масса, то есть как радиус третьей степени. И поэтому мы имеем такую ситуацию, будет размер, а здесь эффект Ярковского. Для совсем маленьких объектов он вообще не работает, то есть тут ноль просто. Для больших размеров он начинает спадать. Соответственно, мы приходим к мысли, что где-то есть максимум, где-то есть идеальный размер для эффекта Ярковского, и в реалистичных условиях этот размер оказывается порядка нескольких сотен метров, то есть от 100 метров до 1 километра. Это диапазон параметров, где эффект будет наиболее заметным. Мы можем рассмотреть разные влияния на наше тело, то есть разные влияния, связанные с излучением. Есть еще два эффекта. Давайте я о них кратенько скажу, и может быть даже потом что-то нарисую. Есть еще два эффекта. Это эффект Робертсона-пойнтинга и радиационное давление. С радиационным давлением все вроде бы понятно, оно давит, и оно очень эффективно для мелких тел, для пылинок. Соответственно, если мы запишем баланс сил, которые действуют на объект, то здесь уже для ускорения нарисовано, написано все. Соответственно, было разделено, если бы мы писали силы, разделено на массу самого объекта. То есть вот M solid body убрано уже, поэтому, соответственно, ускорение чистое, вот гравитационное ускорение. Здесь должно было бы быть еще M solid body, числитель, но на него разделили, получили ускорение. И поэтому вот это M solid body, которое здесь есть в знаменателе, это, собственно, результат деления. То есть если мы уберем это, то у нас будет сила. Сила связана с чем? Самое главное, что у нас есть излучение, есть источник энергии, и, соответственно, у нас есть поток. Давайте поток я обозначу F, и, соответственно, это светимость звезды на 4πr квадрат. Вот у нас светимость, вот у нас 4π, вот у нас R квадрат. Поток делить на скорость света, это, по сути, дает нам давление. Ну и, соответственно, дальше, чтобы посчитать силу, нам нужна площадь. А это от слова R, естественно, площадь нашего тела. Ну, это как бы вот основной множитель. Дальше есть всякие эффекты, связанные с тем, как вещество поглощается, как оно отражается. Вот кусочек, связанный с эффектом Ярковского. Соответственно, здесь нам еще важно, как устроена теплопроводность в теле, как энергия распределяется по телу, то есть все это сюда входит. Для всего этого есть выражение, можно взять, посчитать, и, соответственно, получить ответ. Про давление излучения я сказал. Эффект Робертсенпойтинга, он связан вот с чем. Вот у меня есть звезда. Она излучает, пускай сферически симметрично, строго радиально, на больших расстояниях, естественно, фотоны. Вот у меня есть орбита, и движется тело. Если мы рассмотрим, как у нас поток фотонов устроен здесь, вблизи, то поскольку тело движется со скоростью В какой-то орбитальной, то, соответственно, телу будет казаться, что фотоны в среднем летят ему немного в лоб. Это вы знаете, если вот дождь идет сверху вниз, а человек с зонтом в руке бежит сквозь дождь, то ему кажется, что дождь вот так попадает в зонт. Да, соответственно, это эффект порядка В на С. И это приводит к тому, что снова возникает сила, которая тормозит тело, и, соответственно, вот это торможение Робертсона-Пойнтинга тоже меняет орбиты. Мы можем сравнить все эти разные эффекты, и вот что мы получим. Первое уравнение написано для усредненного изменения эксцентриситета за счет эффекта Ярковского, а вот здесь сумма Пойтинг-Робертсон и давление излучения, Radiation Pressure. И мы видим, что при реалистичных параметрах, вот этот, после нормировки, да, там на 5 астрономических единиц, на плотность тела, светимость подставлена соответствующей красному гиганту, это вот снова все из вероса, как вы видите, и там, естественно, многие величины нормированы на параметрах красных гигантов. Мы видим, что в случае эффекта Ярковского вот эта величина гораздо больше, то есть эффект Ярковского, он действительно очень существенный. Единственное, я отметил, что везде, конечно же, есть зависимость от размеров тела, и когда мы идем в сторону мелких тел, то эффект Ярковского, как вы помните, просто выключается. Поэтому для мелких тел важнее будет Putin-Robertson Radiation Pressure. То есть если у вас есть полевой диск или там диск с камнями какими-то, то там эффект Ярковского будет не важен, а будут важны два этих эффекта. Но если мы говорим об эволюции тел астероидного размера, то тогда важнее оказывается эффект Ярковского. Ну вот о телах астероидного размера в Солнечной системе эффект Ярковского померен для большого количества тел. Это удается сделать, в первую очередь, благодаря очень точной радиолокации. Соответственно, есть вот уже малые сотни астероидов. Это статья 17-го года, с тех пор, по-моему, были какие-то прибавления незначительные. Есть малые сотни астероидов уже, для которых эффект Ярковского померен не как верхний предел, а как хорошо измеренная величина. Соответственно, вот на правом графике показаны изменения орбиты в единицах 10-4 астрономической единицы за миллион лет. Это удобная величина, поскольку если вы все перенормируете на 10-10 лет, будет астрономическая единица. То есть, вот что там, единичка здесь соответствует астрономической единице за время жизни Солнца. На стадии главной последовательности. И нанесены реальные данные, и проведена аппроксимация в зависимости от размера. Ну, мы бы ожидали линейный. Как вы видите, в пределах ошибок это и есть линейная зависимость. То есть, все действительно качественно, хорошо описывается. Это именно эффект Ярковского. И вот тут для некоторых астероидов, включая теперь знаменитый Бенну, эффект показан. Вот для Бенну, он промерен прям очень хорошо, но этот астероид очень хорошо изучали. Я думаю, с этим связан такой результат. Соответственно, теперь мы посмотрим еще на один эффект, еще более красивый, чем эффект Ярковского, но с ним связан. Это так называемый Йорп эффект. Йорп это аббревиатура, это первые буквы четырех фамилий. Соответственно, Йорп это опять-таки Ярковский. Поскольку тела имеют всякую сложную причудливую форму, то воздействие света на них будет приводить к тому, что тело начнет вращаться. Ну или если уже вращается, будет меняться его параметр вращения. Здесь у Вераса снова из статьи Вераса, но другой. Вот она, ссылка стоит. Вот это S это фактически Омега. Я могу написать вот тут Омега. Ну собственно это видно по размерности. Видно, что размерность S это радианы в секунду, да? То есть это угловая частота. Мы с вами сейчас обсудим, откуда берутся все вот эти вот коэффициентики здесь всякие и откуда получается такая формула. Там в этой статье она еще немножко в другом странном виде. вот я ее напишу и обсудю с вами. Вот. Соответственно важно, что объект начинает вращаться. И это работает как вертушка, такая детская игрушка, которую ветром раскручивают. У вас есть плоскопараллельный такой поток молекул воздуха и они раскручивают вертушку. Соответственно точно так же там крутятся крылья мельниц. То есть если вы правильно подобрали форму, то крутиться будет очень быстро и здесь у вас роль ветра выполняют просто фотоны, которые естественно несут импульс. У каждого фотона есть энергия, аж не если вы разделите на С, получите импульс. и соответственно происходит раскрутка. Ну вот давайте я другую немножко формулу попробую записать из вероса. Значит снова ds по dt, но я напомню, что s это омега. Могу сразу, давайте dω сразу напишу. dω по dt это будет некий коэффициент, который связан с асимметрией тела. Его типичный диапазон сейчас напишу. 2 перо r квадрат. Вот это собственно будем получать. Некая величина f это не поток. Это они называют ее силой, но это и не совсем сила. Сейчас о ней поговорим немножко. Меня она путала в свое время. Типичная величина y это от одной тысячной до одной сотой. То есть естественно асимметрия в смысле раскрутки не очень велика. но эффект работает. Важно, что в случае тел вращающихся вокруг звезды у вас много времени. Значит, f это вот некая такая ну давайте действительно напишу сила, но она довольно хитрым образом определена. по сути это такая отнормированная светимость, потому что отнормированная во-первых на светимость солнца, потому что вводится еще вот такая величина, это соответственно сила, которая действует на тела вокруг солнца на одной астрономической единице. то есть вот эта вот как бы сила, она нормируется со светимостью, на самом деле она еще нормируется с расстоянием. То есть вот если я введу f как поток, то соответственно f у меня будет пропорционально потоку делить на а в квадрате и а выражается в астрономических единицах. вот немножко путано получается, но тем не менее идея качественно как мне кажется довольно простая. Значит вот у нас есть тело, да, вот пускай мы сверху смотрим на него ось вращения. У меня пролетает фотон, попадает в тело и передает некий импульс. Сам импульс мы писали. Это ашнюна цель. Соответственно что у нас происходит с телом тело начинает раскручиваться. То есть у нас меняется вот такая величина d омега по dt и эта штука будет пропорционально потоку делить на c умножить на r квадрат. Это будет передаваемый импульс импульс и мне еще нужно умножить на r естественно есть всякие коэффициентики но они куда-то спрятаны мы пропорциональность выводим вот у меня r и естественно пропорционально mr квадрат соответственно я получаю тогда так mr квадрат до омега по dt пропорционально поток на скорость света r квадрат на r пока я так оставлю масса пропорциональна ρr куб соответственно ρr куб r квадрат до омега по dt пропорционально f на c r квадрат на r ну и все вот теперь я получаю что до омега по dt пропорционально поток на c на ρr квадрат вот и соответственно если я хочу перейти к вот этой вот странной силе которую по некоторым причинам удобно вести если вы дальше будете проводить расчеты то мы получим ну как пропорциональность вот эту формулу то есть мы не учитывали там все связанное с тем что у нас есть текущее расстояние поэтому нам нужно учитывать эксцентриситет всякие 2p я не учитывал но качественно вот эту формулу мы выводим и теперь важно вспомнить вот он выписан у нас здесь у нас есть предельный период вращения ну или предельная частота записана собственно предельная частота напомню что предельная частота зависит исключительно от плотности замечу мы говорим о телах устойчивых под действием гравитации если у вас есть просто каменюк какая-то то она устойчива не под действием гравитации за счет электромагнитного взаимодействия каменюку можно крутить довольно быстро она не развалится а каменюку размером скажем 100 километров вот ее уже можно развалить вращением потому что она устойчива за счет гравитационных сил вот и удивительный факт состоит в том что вот по такому закону такой раскрутки можно прийти к тому что да я забыл отметить но это очевидно если эта штука была там какого-то знака то знак не изменится если тело вращается там вокруг той же самой оси если у вас там ось не перевернется на 180 градусов то омега по модулю будет расти будет раскрутка и так можно добраться до предельного периода особенно если фотонов много и вот тут важен выход на стадию гиганта то есть у нас светимость может возрасти на 4 порядка и тогда у нас на пяти астрономических единицах поток излучения будет такой же как на стадии главной последовательности был на 0,05 астрономических единицах и это конечно колоссальный шаг потому что на 0,05 там очень сильно влияет излучение естественно это все можно посчитать и вот в этой статье Вера с автором это сделано соответственно показано как у нас раскручиваются тела с разными орбитами 3,7 астрономических единиц с одной и той же асимметрией она тут довольно большая ну большая в разумных пределах разного размера 1 километр 10 километров и одинаковой плотности 2 грамм в кублическом сантиметре соответственно видно что за относительно короткое время объект может достичь предела разрыва разные треки нарисованы для звезд разной массы у них соответственно будет разная светимость вот и соответственно для вот самых массивных звезд 5 масс Солнца довольно быстро за сколько получается 100 тысяч лет тело достигает предела при котором она начинает разрушаться вращением напомню что все это очень важно разрушение вращением потому что это запускает каскад создания пыли тело там не как клетка просто делится на два и те начинают раскручиваться а у вас нарушается целостность сразу большого числа тела они разваливаются при этом получаются какие-то мелкие осколки все это начинает сталкиваться друг с другом запускается канал рождения пыли и это можно надеяться увидеть в наблюдении хорошо допустим тела все-таки пережили всю эту штуку крупные тела не будут сильно раскручиваться эффект Верковского не действует их не поглотила звезда на стадии красного гиганта ни за счет непосредственного увеличения радиуса ни за счет приливов тела выжили выжили как мы говорили на довольно больших расстояниях по горизонтали здесь время по вертикали астрономические единицы вот у нас пачка планетных орбит звезда перешла на стадию гиганта планеты отодвинулись здесь видно что звезда потеряла довольно много массы больше половины поэтому в полтора раза выросли орбиты ну и казалось бы и что а вот дальше все-таки эти орбиты могут стать неустойчивыми потому что миллиарды лет жила система правильно упакованная но мы ее сместили и взаимодействие планет на новых орбитах может привести к неустойчивости их орбит и здесь как я говорил возможно несколько исходов планеты могут выкидываться планеты могут сталкиваться это запускает каскад рождения пыли и что важно часть планет может переходить на очень низкие орбиты настолько низкие что орбитальные периоды становятся достаточно короткими чтобы мы уже сейчас с помощью существующих приборов могли обнаруживать транзиты у белых карликов соответственно здесь у нас остался белый карлик а может быть планеты подходят еще ближе к белому карлику и разрушаются приливными силами вообще говоря можно не только приливными можно мелкое тело так подтянуть к молодому белому карлику только это надо быстро тогда сделать не за 12 миллиардов лет быстро подтянуть к белому карлику у него большой поток излучения он может раскрутить тело до предельного вращения оно начнет разваливаться безо всяких проливов то есть такое тоже может быть вот важно что мы вот на этой картинке такой простой и казалось бы понятной видим очень важный эффект хотя красные гиганты сильно зачистили пространство вокруг себя и вокруг молодого сформировавшегося белого карлика на миллиарды километров вокруг ничего нет то есть все вычищено но тем не менее вещество появится со временем в непосредственной близости от белых карликов и поэтому стоит искать сигнал сигналы такие находили и первые данные были связаны вот с чем я чуть позже покажу вам там некие графики но первое свидетельство в пользу того что вокруг белых карликов вблизи что-то летает связано со спектрами белых карликов там обнаруживались тяжелые элементы чего быть не должно потому что в белых карликах в атмосферах белых карликов тяжелые элементы довольно быстро оседают из-за очень большого ускорения свободного падения оседают относительно более легких и спектр становится доминированным водородом или гелем а наблюдается довольно много белых карликов где в спектрах есть тяжелые элементы значит они не успели утонуть а возраста белых карликов большие значит нужно постоянно поставлять свежее вещество поэтому вообще было очевидно что на белые карлики что-то валятся но долгое время это не удавалось померить напрямую пока несколько лет назад не было сделано важное открытие вот она значит историческая статья 15-го года хороший обзор был в 18-м году наверное были и более поздние но там нет принципиальных таких супер достижений поэтому обзор двухлетней давности вполне актуален у одного из белых карликов был обнаружен очень странный транзит точки соответствуют данным наблюдениям если бы транзит создавался каким-нибудь астероидом почему я сразу говорю об астероидах потому что не забывайте белые карлики маленькие и если его блеск упал вдвое примерно то это означает что тело имеет размер меньше размеров земли скажем так ну поэтому будем для простоты говорить астероид то есть это какое-то небольшое тело относительно вот если бы это было такое небольшое тело то транзит а был бы более симметричным б был бы более узким а здесь транзит какой-то такой размазан к тому же потом оказалось что эти транзиты нестабильны про это на следующем слайде посмотрим соответственно это что-то другое и это тогда должно быть например какой-то полевой облако но полевой облако с такой странной асимметрией что же это за облако такое ну вот тут это показано в виде сребра давайте я попробую нарисовать это сверху итак у нас есть белый карлик и предположим что в какой-то момент на его орбите было разрушено тело астероидного размера образовалось облако пыли и оно потихоньку начало растягиваться ну допустим тело движется вот в эту сторону по орбите оно начало растягиваться растягиваться по орбите естественно становилось все тоньше то есть вот этот хвостик он утончается но когда оно сильно растянулось то оно замкнулось и у вас получается рисунок такой тип ураборуса вот этого змея кусающего себя за хвост Такой он как минимум алхимический символ, наверное. Значит, у вас возникает асимметрия. Вот это здесь и видно. Вот такой главный остаток тела, который был разрушен. Вот тонкий кончик хвоста, ну а тут вот шея змея этого самого. И поэтому возникает вот такая вот хитрая асимметрия, которая связана с наличием таким образом размазанного полевого облака вокруг белого карлика. Значит, повторюсь, что со временем оказалось, что активность, но активность в кавычку, значит некое проявление скорее, меняется со временем. То есть мы можем сделать такую величину, вот эту активность мы определяем, как глубину провальчика, усредненную за орбитальный цикл. То есть такая вот эквивалентная ширина получается. Эта штука меняется со временем. То есть ясно, что структура, существующая вокруг белого карлика, она такая живая, меняющаяся. И, соответственно, нужно объяснять, откуда берется эта пыль. То есть это или сублимация, или столкновение, ну или вообще говоря, там есть асимметрия в кольце, но это маловероятно. Как бы то ни было, это первое такое прямое свидетельство того, что недавно вокруг белого карлика было разрушено достаточно крупное тело. Наблюдается, повторюсь, пыль. Кроме этого, у белых карликов начали открывать газовые диски. Вот последняя статья с девятью дисками была прям совсем недавно, в октябре, представлена. Но в любом случае, я ссылаюсь на две свежие публикации, желающие могут посмотреть. Тогда мы возвращаемся к другим белым карликам, где было обнаружено присутствие тяжелых элементов в спектрах. И раз мы теперь уверены, что это разрушение твердых тел, мы можем начать моделировать этот процесс, мы можем посмотреть, какие тела надо было разрушать. И вот что мы получаем. Здесь показано для реальных белых карликов, какие тела, ну, более или менее стандартного стероидного состава нужно было разрушить, чтобы обеспечить нужный темп аккреции, который объяснил бы присутствие тяжелых элементов. И для некой наглядности добавлены малые тела Солнечной системы. Астероиды, спутники планет, там что-нибудь еще такое. И мы видим, что действительно типичная масса разрушающихся тел, это 10,21, 10,22 грамм, ну, там, 10,23, может быть, это разные работы. Масса получается таким способом. Мы, конечно, не наблюдаем в спектрах, там, всякие разные вещества, но хорошо видны линии кальция. А дальше вы через кальций пересчитываете полную массу, задав определенный химический состав, то есть задав, что в данном случае кальций составляет 1,6%. Что происходит у нас дальше? Дальше выпавшее вещество у нас начинает оседать. И вот тут показано, насколько быстро это происходит. То есть говорит о том, что нужно постоянно подбрасывать вещества, соответственно, для разных веществ, вот, кальций, углерод, железо, магний, кремний, натрий. Для двух разных атмосфер, для гелио и водородного белого карлика, нарисовано время оседания. Нарисовано время оседания в зависимости от возраста белого карлика. И вот что мы видим. Мы видим, что если у нас водородный белый карлик и не очень старый, то оседания происходят за дни. Это очень короткое время, ведь 10 минус 2 года. Но даже если мы возьмем гелиевые, старые белые карлики, время оседания миллион лет. При возрасте белых карликов уже миллиарды лет. То есть, одна тысячная от возраста белого карлика и меньше. И таким образом вещество постоянно надо подбрасывать. И можно посмотреть сколько. То есть, берутся реальные белые карлики, красные вот эти кружочки. Это белые карлики с надежно измеренным загрязнением атмосферы тяжелыми элементами. Соответственно, по верхней оси температуры белых карликов по нижний возраст. Напомню, что они хорошо переводятся друг в друга, если известна масса. Масса обычно известна, ее по спектрам тоже можно определить. Соответственно, дальше какой темп аккреции вам нужно обеспечить для поддержания вот такого содержания. Ну, наблюдаемого содержания. Потому что время оседания, как вы видите, очень короткое. Ну, и темпы аккреции получаются такие вполне нормальные. Что там получается? Типа тонны в секунду. Может быть, чуть побольше. Я бы сказал, танк в секунду. Нужно ронять на белый карлик вот этой пыли, чтобы обеспечить наблюдаемый уровень загрязнения. Ну, и если бы разрушили астероид, то там по массе, конечно, много таких танков. По данным наблюдениям видно, что вещество со временем заканчивается. То есть, вот на этом графике по вертикальной оси это масса кальция. Обычно, повторюсь, именно он хорошо наблюдается в линиях. Масса кальция наблюдаемая по горизонтальной оси возраст белых карликов, определенный по остыванию. И видно, что чем моложе белые карлики, тем больше этого вещества. То есть, действительно, есть некий резервуар малых тел, который белые карлики начинают расходовать. И со временем их становится все меньше и меньше. И, соответственно, загрязнение уменьшается. Повторю то, что я говорил в начале, но уже именно в применении к дискам вокруг белых карликов и отчасти к планетам. Почему это так важно? Потому что это на сегодняшний день, видимо, один из лучших способов изучать формирование планет, присутствие планет у массивных звезд. В данных экзопланетных наблюдений у нас, в смысле массивных звезд, шаром покати. А в смысле белых карликов у нас есть белые карлики, которые имели прародителей с массами 5-6 масс Солнца. И, соответственно, мы можем, изучая диски, изучая планеты, может быть, к планетам сейчас перейдем, у белых карликов что-то говорить о том, как у этих звезд образуются планеты. То есть, чтобы осознали важность, очень часто люди говорят, что вообще у звезд с массой 4-5-6 масс Солнца планета не образуется. Поскольку все процессы более короткие, ультрафиолетовая светимость на ранних стадиях очень большая, она выдувает тут же весь газ из дисков, вот и испарение очень интенсивное. И поэтому ничего там не образуется. Ну, может быть, какая-то там совсем мало, совсем мелочевки. Но мы видим, что все-таки в каких-то случаях это не так. По мере роста статистики мы будем гораздо лучше понимать, как образуется планета у массивных звезд, наблюдая самые-самые отдаленные последствия. То есть, что находится вокруг белых карликов, образовавшихся из таких массивных звезд. Ну и, конечно же, нам просто интересно, как происходит эволюция планетных систем после главной последовательности. Там, где, опять же, прямых наблюдений у нас не очень много. А здесь мы можем видеть рудименты этих систем. И поэтому все это очень важно. Ну и есть свежие интересные статьи, там интересно по осколочным дискам вокруг белых карликов, где всякие эффекты исследованы. Но, в частности, видно, что после стадии гиганта выживают мелкие осколки только на достаточно больших расстояниях от белых карликов. А потом их нужно как-то забрасывать вниз, где у нас будут образовываться новые осколки из-за приливов и из-за быстрого вращения. Теперь о планетах. В самом конце прошлого года появилась статья, где люди увидели вот что. Они обнаружили диск вокруг белого карлика. Но диск необычный, отличающийся от других. И они анализировали разные механизмы формирования газового диска. И пришли к выводу, что газовый диск наиболее естественно объясняется, если идет процесс испарения планеты типа Нептуна. Соответственно, саму планету все-таки здесь не видно. Но вид по косвенным данным мы можем сказать, что планета там есть. Потому что объяснить другими способами происхождения такого вот мощного газового диска вокруг белого карлика очень трудно. Поэтому это было важное открытие. Но в этом году появилась статья еще более интересная. В сентябре появилась статья, где люди заявили о том, что они обнаружили транзит планеты у белого карлика. Соответственно, вот эти данные. То, что эта планета следует из того, что параметры транзита на кривой блеска примерно идентичны в видимом и в инфракрасном диапазоне. Для бурых карликов ожидались бы заметные отклонения. Тем не менее, ситуация довольно странная. Давайте я немножко поясню, что удивительного в том, что первый обнаруженный транзит выглядит так странно. В смысле, выглядит так. Что в этом странно? Смотрите, вот если обычно транзит мы рисуем так. Вот у нас есть звезда, и вот у нас начинает проезжать планетка. Теперь ситуация принципиально иная. Теперь у нас вот наш белый карлик с радиусом там несколько тысяч километров, да, и происходит транзит планеты-гиганта. Там явно планета-гигант. То есть ситуация совсем другая. У нас обратное отношение радиуса. И поэтому по большей части мы ожидали бы увидеть транзит весьма специфичный. Мы бы ожидали, что транзитная кривая будет выглядеть вот так. Ну, здесь, естественно, практически прямая линия. Опять-таки, потому что очень быстро происходит, и поэтому боковые стенки практически прямые. То есть по большей части у нас транзит должен происходить таким образом, что белый карлик закрывается полностью. Вероятность транзита считается по обычным формулам. То есть что там будет? Сумма радиусов объектов. Ну, планету я следую веросу SolidBody по-прежнему напишу. И, значит, будет вторая дробь единица. Плюс у меня как-то не нарисовался. На единицу минус е квадрат, да? Но если мы подставим, про эксцентриситет забудем, возьмем круговую орбиту и подставим какие-то умеренно разумные значения. Близкая планета, поскольку период маленький, то будет большая площадь нормирована на 10,6 километров на миллион километров. А сумма радиусов белого карлика и планеты здесь давайте нормируем на 10,4 километров, например. Вот. Соответственно, вероятность транзита большая, потому что радиус планеты может быть большой. Он может быть в разы, даже там в малые десятки, наверное, раз в некоторых случаях, больше радиуса белого карлика. Вероятность транзита большая, но длительность транзита снова начинает определяться, в первую очередь, размерами тела, если мы говорим вот об этом конкретном случае. Но вообще говоря, тела, конечно, может быть и маленькая, и наблюдения белых карликов интересны тем, что можно обнаруживать транзиты очень мелких тел, поскольку они все равно будут вызывать довольно заметное падение блеска. А белые карлики хороши еще тем, что мы у них никакой такой переменности не ожидаем. Пятен на белых карликах нет, и если блеск белого карлика там вдруг падает периодически на, не знаю, 5%, то вообще говоря, это довольно легко заметить. В общем, как бы то ни было, довольно удивительно, что вот этот первый открытый транзит оказался не полным, а частичным. То есть вот скользящий транзит, грейзинг, это удивительно, это странно, но такое бывает. Тут ничего особенного нет. Так что будем ждать новых результатов. Очевидно, что планеты у белых карликов теперь будут открывать, как бы вся машинария для этого есть. На заключение очень быстро пробегусь по планетам вокруг нейтронных звезд. Мы с вами о них уже говорили, но тут добавлены некие формулы из Вераса. Наверное, я, пожалуй, не буду их особенно обсуждать. Важно, что есть несколько механизмов образования объектов планетных масс вокруг нейтронных звезд. Теоретически возможно выживание. Можно образовать новое поколение планет из дисков возвратной Греции. Можно испарить компаньон. Звездной массы или бурого карлика. Можно проливным образом разрушить компаньон. В последних двух случаях мы не ожидаем появления многопланетных систем. Соответственно, у радиопульсаров наблюдаются действительно небольшие объекты. Но по большей части это объекты, возникшие в результате именно испарения, ну и может быть проливного разрушения. Настоящие планетные системы наблюдаются фактически в количестве один экземпляр, как вы помните. Вокруг пульсары, которые в 92-м году исследовали Вальшан и Фрейл, исследовали тайминг. Кроме этого, напомню, есть удивительная система из пульсара белого карлика и массивной планеты. Но такая система явно возникла в результате взаимодействия как минимум двух двойных звезд в шаровом скоплении. Соответственно, люди рассматривают разные сценарии того, как это происходило. Но, в общем, все сходится к такому более-менее понятному сценарию с обменами компонентами и с дальнейшей эволюцией. Про механизмы не буду ничего повторять, наверное. Важно, что все-таки здесь выживших планет быть не должно, потому что в подавляющем большинстве случаев взрывающаяся звезда теряет больше половины своей массы. И поэтому планетная система разрушается. Ну, а перед этим звезда должна пройти стадии после главной последовательности и поглотить все планеты, которые находятся слишком близко. И разрушить большую часть объектов, которые находятся далеко за счет возросшей светимости и возросшего звездного ветра. Поэтому мне представляется, что самые реалистичные сценарии объяснения планет у пульсара Вальшана Фрейла связаны с возвратной аккрецией. То есть с образованием второго поколения планет в диске. Много наблюдается, повторюсь, объектов, связанных с испарением соседа радиопульсаром. Но это как бы не совсем планеты, даже если масса попадает в планетный диапазон. И, наконец, напомню, что по таймингу, детальному таймингу миллисекундных пульсаров обнаруживаются пояса астероидов, по всей видимости. То есть пояса мелких объектов вокруг радиопульсаров, которые вызывают периодические изменения во время прихода импульса пульсаров. И это такая тоже интересная область исследования. Хорошо, в резюме на самом деле сводится к тому, что нормальных планет у радиопульсаров фактически нет, в отличие от белых кармиков, где действительно возникла целая новая область, связанная с эволюцией, свойствами поведения планеты и малых тел после окончания стадии красного гиганта. Ну и закончу лекцию еще одним таким примером эволюции. В неком смысле не совсем оптимистичным. Я хотел сделать эту лекцию последней и приберечь ее на окончание курса. Три года назад появилась интересная работа. Они исследовали выборку старых звезд со избытком инфракрасного излучения. Старых, чтобы избежать существования молодых осколочных дисков, которые там у Хмальгаута наблюдаются. А здесь есть избыток инфракрасного излучения, то есть есть почему-то много пыли, хотя звезды старые. И наиболее адекватным объяснением свойств некоторых звезд с очень мощными дисками с очень большими избытками ИК-излучения является столкновение крупных планет. То есть, хотя мы говорим, что в целом обычно, в среднем, планетные орбиты довольно устойчивы на больших масштабах времени, что бурная эволюция заканчивается быстро. Быстро это означает 100 миллионов лет, 200 миллионов лет, может быть сотни миллионов лет. Тем не менее, есть эволюция на больших масштабах времени, звезд и планетных систем в галактике много. И, соответственно, периодически происходит столкновение крупных тел вокруг достаточно старых звезд. И это можно идентифицировать по инфракрасным избыткам. Но, опять-таки, наверное, со временем статистика будет расти, что важно, потому что люди будут, они уже это делают, будут продолжать строить модели динамической эволюции планетных систем на больших масштабах времени. Соответственно, это надо с чем-то сравнивать. В частности, это нужно будет сравнивать с данными по вот таким ИК-избыткам, чтобы объяснять статистику столкновения планет на уже поздних относительно этапах эволюции. Но при этом, когда... Хотя вот это интересный вопрос. Хотел сказать, когда работает чистая такая динамика, но мы можем мысленно вернуться к началу лекции. Возможно, свою роль играет потеря массы планетами. Вряд ли потеря массы звездой на главной последовательности, там, земель и арклит эволюции, играет какую-то роль, она несущественная. А вот планеты могут за счет фотоиспарения терять заметную часть своей массы. И, как вы помните, в некоторых случаях это может приводить к неустойчивости планетных орбит, что затем, в свою очередь, ведет к столкновению. Ну вот он обещанный в конце список литературы. Очень короткий, пропульсарный. Статью мы уже говорили в свое время. Соответственно, я отдельно выделил статью по вот этому первому белому карлику с транзитом остатков вокруг него. Интересная работа. Но все-таки самое такое главное, это, я бы сказал, сейчас работа Вероса. Хороший обзор, который я вам советую, по крайней мере, пролистать. Ну и посмотреть, какие куски покажутся интересными. Можно почитать уже более детально. Продолжение следует...